Ежегодная модная вечеринка Мэтт Галла, которую проводит в Нью-Йорке Анна Винтура, одно из немногих мероприятий, когда знаменитости могут покреативить на всю катушку. Платье-люстра, шляпка с искусственными челюстями на шарнирах, шлейф из 30 тысяч перьев. Столь радикально самовыражаться звездам в этот раз помогла заявленная тема Кэмп. Это удивительное явление, которому из-за всей его красочности, многогранности и грандиозного влияния на индустрию в целом невозможно дать лаконичное определение. О тех, кто смог понять Кэмп и менее удачливых в гостях мероприятия. Татьяна Волкова. Ежегодный бал истории костюма официально сопровождает открытие выставки в Нью-Йоркском музее Метрополиты. В этом году главная фэшн-вечеринка года, безусловно, удалась. И все благодаря загадочному стилю Кэмп, заявленному темой выставки. Ее название «Кэмп. Записки о моде» позаимствовали у эссе теоретика движения писательницы Сьюзен Сонтак, которая описывала его как любовь к неестественному, к искусственному и преувеличенному. Гротескный, вычурный, экспрессивный, но ни в коем случае не скучный. Таков стиль Кэмп. Такой была и розовая дорожка перед Мэтт Галла. Скромникам тут не место. Согласно теме Бала, все разоделись как могли, дав волю фантазии. Джи-Джи Хадид облачилась в серебристый комбинезон от бренда «Майкл Корс», став похожей на инопланетянку. Сверкающий образ выбрали также Дженнифер Лопес и Селин Дион. Последняя дополнила свой наряд, похожий на новогодний дождик, невероятной короной на голове. Впрочем, по части головных уборов всех обошла Кэти Перри, явившись на бал в платье-люстре. Венец был так тяжел, что его пришлось удерживать обеими руками. Только не касайтесь меня, пожалуйста, а то я могу упасть и уронить все это. Сколько весит ваш наряд? 18 килограммов. Актриса Зиндая явилась в образе Золушки, как положено, вместе с феей. По взмаху волшебной палочки платье начинало светиться. Безумный наряд Клары Делинвиль венчала невероятная шляпа со вставными челюстями в качестве украшений. Не отставали и мужчины. Настоящий фурор произвели Эзра Миллер с макияжем многоликого монстра и Джаред Лето, который принес на бал собственную голову. Американский актер и режиссер Майкл Лоренцо Ури так и не смог определиться, в каком образе ему стоит прийти, мужчины или женщины. Решил совместить. Были и те, кто предпочел придерживаться классики. Я простой парень из Лондона. Для меня это все как сон наяву. Лично для меня фэшн-икона – мой муж. Покажи им свои запонки. Всеобщий ажиотаж вызвала рэпер Шакар Диби. Подол ее огромного платья от цвета бордо от Тома Брауна. Занял с собой половину лестницы, а передвигаться ей помогали восемь человек. На лифе сверкали два рубина, по 250 тысяч долларов каждый. Многие гости выбрали наряды от Донателлы Версачи, Сирена Уильямс, Дуа Липа, Дженнифер Лопес. Сама же королева итальянской моды приехала на вечеринку в платье с надписью «Божественное». Кэмп – это просто. Дайте волю фантазии и не бойтесь проявить характер. Даже самый неукротимый. Невероятная леди Гага не раз удивляла своими безумными нарядами, не подвела и на сей раз. Сперва певица явилась в пышном платье цвета фуксии со шлейфом длиной в несколько метров. Затем Гага непринужденно сбросила свой наряд, оставшись в элегантном черном платье, которое после сменила ярко-розовое. В конце концов, леди Гага предстала в одном белье и туфлях. Многоуровневый наряд для артистки создал Брэндон Максвелл. Звездой вечера стал актер Билли Портер, прославившийся своим бархатным черным платьем на церемонии вручения премии «Оскар». На Мэтт Галлу он предстал в образе то ли Клеопатры, то ли египетского бога с крыльями. В этот раз мне есть от чего отталкиваться. На «Оскаре» заданной темы не было. А сейчас пришлось подумать, как в полной мере выразить тему вечера. Похоже, что тему вечера выбрали крайне удачно. Ни один стиль не рождает такие фантастические фэшн-шедевры, как кэмп. И ни один так не проявляет индивидуальность. А все потому, что этот странный подход к дизайну совершенно не приемлет серьезный тон. Самая ирония, пожалуй, главная характеристика стиля. Татьяна Волкова. Вокруг планеты. Татьяна Волкова.